Первый день ноября в поселке Обидимо Ленинского района состоялась официальная церемония открытия нового футбольного поля. Именно такой приз был добыт по итогам прошедшего в Народной футбольной лиге сезона ветеранами местной команды «Спартак Ленинский». Не прошло и полгода, как был воздвигнут красавец стадион. Поле отличное и вроде холода на улице, но на поле не было такого холода. Почувствовали, что правда здесь в Туле очень любят футбол и люди очень переживают. И здесь показали, что правда здесь футбольный город. Первое ноября в Обидимо запомнят надолго. В рамках официального открытия спортивного объекта совместно с профессиональным футбольным клубом «Арсенал» был организован товарищеский матч между победителями первого сезона в истории Народной футбольной лиги и сборной этой лиги, в которую вошли именитые в прошлом футболисты сборной СССР и России, а также известные функционеры. Самыми примечательными фигурами для тульского болельщика были президент Народной футбольной лиги и профессионального футбольного клуба «Арсенал» Гурама Джоев, главный тренер канонеров Сергей Киряков и помощник тренера Александр Шмарко. Настроение вообще отличное. Встреча старых друзей, тем более события прекрасные. Построили Народная футбольная лига, построила здесь великолепный стадион, где будут играть на Лигу, на Народную лигу, здесь отборочные матчи. Тула первый победитель Народной лиги, это тоже означает то, что здесь любят футбол. Не зря мы это дело хорошее сделали вообще для развития футбола, чтобы мальчишки здесь всегда могли в любое время года играть. Этих полей, к сожалению, у нас в стране не хватает. Ну, хотя бы малую долю, но мы сделали для этих мальчишек. Счет в товарищеской игре открыл Юрий Булгаков, выведя вперед спартаковцев. Однако усилиями Аджоева и Кирякова качели были уже на стороне сборной Народной футбольной лиги. Также смог отличиться и другой представитель «Арсенала» Александр Шмарко, воспользовавшись передачей Игоря Семшова. «Играешь, особенно в мороз и в снег, наверное, ты получаешь двое удовольствие, потому что не везде в регионах, не везде в областях есть такие поля. Поэтому мы рады, что мы здесь поучаствовали, приняли участие в открытии. Ленинский «Спартак» Тульской области поздравляем с этим призом. Я думаю, все жители Ленинского района, наверное, им благодарны, потому что есть возможность и детям, и взрослым, и ветеранам играть на этом прекрасном поле». В начале второго тайма местные футболисты не только в очередной раз сравняли счет, но и резко ушли вперед. Казалось бы, что туликам уже можно было начинать праздновать победу, но главный наставник «Арсенала» был против. Оформив хет-3, Киряков остановил итоговую точку в матче. 5-5, ничья, которая получилась и дружеской, и боевой одновременно. «Я в прошлом нападающий, видите, уровень свой не растерял. Да нет, сегодня просто партнеры были действительно такие, что просто приходилось ногу поставлять после ворота». «Игра такая получилась хорошая, в принципе, и для зрителей, и голы хорошие забили. Как они забили, так и мы старались показать все, что они могут, то, что мы можем». «Просто, скажем так, одним словом большой восторг, потому что людей видят только по телевизору, и окажаться с ними на одном поле, мне кажется, прыгаешь выше головы». После игры Гурам Аджоев и Сергей Киряков пообщались с местными любителями футбола, а юным канонирам подарили приглашение на посещение домашней игры «Арсенала» с московскими армейцами. Свои подарки от профессионального футбольного клуба «Арсенал» получили и участники матча. В коллекции футболистов оказались красивые красно-желтые шарфы, памятные буклеты, ну и, конечно же, пряники.